Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Но не один раз, я, конечно, не буду пользоваться тому, что вы не знаете, но у нас есть еще, знаете, референдумы местные. Но они тоже не работают. Они работают, знаете, как меняют границы территориально-муниципальных образований. Вот максимум формальный. В любом случае референдумы у нас этот институт не работает. Выборы. Поднимите, пожалуйста, руку. Кто не знает, кто выиграет ближайшие президентские выборы 2018 года? Кто не знает? Кто не знает, кто выиграет ближайшие президентские выборы? То есть вы не знаете? Не знаю. Я вообще не знаю, кто участвует. Ты знаешь, кто? Все те же самые. Я бы не интересовалась вообще. Вы просто не знаете, что будут выборы? Я знаю. В марте 2018 года. И не знаете, кто выиграет? Не знаю. А вы знаете, кто выходит? Кто кандидат? Да. И вот не знаете, кто из них выиграет. Не. Вы правда не знаете, кто из них выиграет? Не, ну по-моему, он не будет баллотироваться. Он не говорил еще. Он должен был на Валдае об этом сказать. Он сказал там какую-то чушь. И он официально заявил. Чш-чш-чш-чш. У меня записи. И я все... Он... Итак. Идея так... Я... Вам вопрос. Обратите внимание. Эти ценности у нас, ну, они ценны, но не используются. Зачем 25 статей? Есть угол-предположения, почему так это сильно защищается то, что не важно? Чтобы создать видимость... Да. Я прошу по руке. Да. Создать видимость того, что это все-таки есть. А для кого создать видимость? Для людей. Ну, мне нравится ваша идея, но она, знаете, из чего исходит? Что люди приходят домой, и у них на видном месте Кодекса Безназимых Правонарушений. И они его смотрят и говорят, сколько много статей защищающих. Но, да, имитационно я понимаю эту идею. То есть создать видимость, что это защищается, значит это ценно. Поним? Ну, как есть восточная пословица, сколько ты раз не произнесешь И все же слово халва во рту слаще не станет. Есть ли еще гипотезы? Почему так много статей о ценности, которая не ценна? Ну, неважно. Вчера я слушал лекцию. Оказывается, сейчас юристы должны другим людям, обычным, доказывать, что право нужно. Вот раньше вообще такого не было. Все понимали, что право нужно. А сейчас мы должны доказывать, что право нужно. Да. Может, идеалы сменились? Раньше верили в демократию, в права человека. А теперь разочаровались все. Хорошо, да. Вот эту идею я понимаю. То есть она основана на динамике. Что сначала это было ценно, и тогда закрепили. А потом ценность упала, а закрепление осталось. Ну, как бы не убирать же. Хайбуды. Хорошо, спасибо. Есть ли еще какие-то идеи у кого-нибудь почему-то? Нет. Ну, давайте я дам вам несколько составов, просто для того, чтобы знать, какие есть. Нарушение рекламы. Вы знаете, это связано с избирательной кампанией. Когда проходит избирательная кампания, партии рекламируются, кандидаты рекламируются. И есть определенные правила рекламной кампании. Например, в последний день перед голосованием рекламировать нельзя. И если вы будете расклеивать листовки за день до выборов, то вы подпадете под административную ответственность от нарушения правил проведения рекламной кампании. Следующее. Уничтожение гид-материалов. Уничтожение гид-материалов. Например, вы идете, а видите, на столбе... Вот я сейчас, кстати, помню, шел вот прямо вот сюда в этот корпус, и вижу столб, и на столбе такой мужчина, такой толстенький, как я, сидит вот так вот и написано. Мы не сидим сложа руки. И вот если бы у меня тогда я возмутился и содрал бы это все, на меня бы попало бы, вот я бы попал под вот это административное правонарушение. Нельзя трогать. Висит и пусть висит. Следующее. Подкуп. Ну, подкуп из кого? Понятно, избирателей. Я не знаю, вот у меня, знаете, проблема вот с этим и еще со взятками. Взятки никто не предлагает, во-первых. Я, может, и взял, но пока никто не предлагал. И второе, никто меня не подкупает. Вот я прихожу на выборы, мне хоть бутылку водки кто дал. Вот никогда. Вот если бы так, я шучу. По поводу водки, а в воду взятки нет? Вообще шучу постоянно. По поводу, в данном случае, конечно, не шутил. Ни то, ни другое. Никто не предлагал до сих пор, представляете? Я в преподавании с девяносто седьмого года. Ни разу хоть один бы подошел и предложил. А что ты честный? Не знаю. Может, мне лицо неправильное? Я буду тренировать. Итак, подкуп. И последнее. Незаконное финансирование. Незаконное финансирование. Ну, вы знаете, что забирательная компания стоит денег. И чтобы собрать эти деньги, необходимо только из определенных источников. Например, нельзя из-за рубежа брать деньги. Потому что они плохие. Доллары, они слишком курс неправильный. И если будут неправильные каналы финансирования, это административное минимум. Это административная ответственность. Вот все по поводу вот этого блока правонарушения в отношении демократии. Пожалуйста, какие есть вопросы? А вот по поводу уничтожения агитматериалов. А если кто-то пришел, допустим, мою собственность наклеил, этот плакат. Я не хочу, чтобы он там был. Это будет считаться нарушением? Это вот тут. Там есть правило размещения рекламы. Если это не по правилам, например, там не в публичных местах, не в положенных местах. То есть в положенных местах нельзя. А если вы идете и вам так раз на лоб наклеили, и вы говорите, нельзя трогать, а то административная ответственность. Нет, это лоб ваша собственность. И вы, конечно, можете его и его создать. То есть это вот корренируется, надо вот вместе с этим. С рекламой. Пожалуйста, есть ли еще вопросы? Хорошо. Следующее – это совесть. Субтитры сделал DimaTorzok